Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вызывают депрессию и задержку в развитии. Общественники Барнаула настаивают на ужесточении закона, которая регулирует продажу вейпов. Писклявым не место, когда и какие территории обработают от комаров. В кабинете судей взяли заседание на скамье подсудимых. Сегодня краевые суды провели день открытых дверей. В Алтайский край пришла аномальная жара. Начиная с сегодняшнего дня и всю ближайшую неделю в регионе будет держаться температура от 30 и выше. По южной и юго-западной части края до плюс 40 градусов. Спасатели просят население учитывать погодные условия, по возможности избегать солнца и быть осторожными на воде. В этом году на водных объектах края погибло уже 11 человек, в том числе два ребенка. Купаться можно не раньше, чем через полтора-два часа после еды. Купание в прохладной воде при жаркой погоде. Занятие опасное. Резкий перепад температур может стать причиной судорог, спазмов, сердечных приступов. Нельзя нырять в незнакомых местах, где на дне может оказаться бревна, камни, коряги. Большинство людей тонут не из-за того, что плохо отплавают, а потому что заплыв далеко, испугавшись, поддаются панике. Также в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью. Пятый класс ожидается в ряде районов края. Особо жаркий период с 22 по 24 июня. Лесничеством региона поручено контролировать готовность к тушению лесных пожаров. В край идет постоянный мониторинг лесов. 15 общественных территорий и 11 прибрежных участков обработают от комаров во время второго этапа дезинфекции. Он начнется 29 июня. Специальные препараты будут распрыскивать утром и вечером на протяжении полумесяца. Где этим летом горожане найдут места для комфортных прогулок без назойливых кровососущих, узнаем в следующем сюжете. Первый этап борьбы с комарами в столице Алтайского края прошел в первой половине июня. Тогда специалисты обработали большую часть общественных пространств города – парки, скверы, аллеи. Однако дезинфекцию решено проводить и дальше. Следующая обработка начнется 29 июня и продолжится до 15 июля. Интервал зависит от жизненного цикла комаров. Жизненный цикл их составляет от 10 до 14 дней. Соответственно, в этот период мы должны провести вторичную обработку для того, чтобы минимизировать их появление. Сотрудники организации, которая занимается дезинфекцией, утверждают, что все препараты, которыми будут обрабатывать территории, безвредны для людей. К тому же, во избежание неудобств, специалисты проведут опрыскивание в утренние и вечерние часы. Обрабатывать будут ручным и механизированным способом. Ручным идет локальная обработка территории, то есть внутри общественных территорий вдоль зеленых зон. И механизированная – это вдоль проезжей части и пешеходных частей. Свободными от кровососущих насекомых станут Нагорные и Юбилейные парки, Ленинградская аллея, проспект Ленина, Мемориал Славы, всего 15 общественных пространств и еще 11 прибрежных территорий. Дарья Ярушина, День с толком. Пять новых низкопольных троллейбусов вместимостью до 100 человек могут появиться в Алтайском крае. Где будут эксплуатировать технику, пока неизвестно. Приобрести ее планируют на средства из краевого бюджета. Максимальная цена закупки троллейбусов, которой занимается Алтай-Автодор – 143,5 миллиона рублей. Заявки на предстоящий аукцион принимают до 2 июля. Итоги подведут спустя два дня. Добавим, объявление о проведении аукциона накануне появилось на сайте госзакупок. Ветеранам СВО с июля начнут выдавать автомобили с ручным управлением. На такую помощь вправе рассчитывать бойцы, лишившиеся ног и не имеющие возможности пройти протезирование. Пока органы соцзащиты края подали заявку на покупку одной такой машины, которую планируют передать в автошколу. О мерах поддержки участников спецоперации, которые на днях обсудили в правительстве региона, расскажет Данил Кузнецов. Лечение посттравматического стрессового расстройства, которым страдают многие бойцы – одна из тем заседания правительства края, где обсудили меры поддержки участников СВО. Для оказания помощи при ПТСР специальную подготовку в крае прошло более 400 медиков. Для бойцов и их близких запустили также телефон доверия. В крае организована психолого-психиатрическая помощь в объеме первичной консультации, то есть на уровне районных больниц. И открыто 11 кабинетов в структурных подразделениях психиатрической больницы имени Эрнуна. А также в Славгороде, в Новоалтайске. В дальнейшем планируют открыть еще 15 кабинетов подобного профиля в центральных районных больницах края. Как отмечают специалисты, они весьма востребованы. К психологам и психиатрам уже обратилось свыше 4000 человек, среди которых сами участники СВО и их близкие. Отдельный вопрос – помощь в реабилитации бойцов. Так ветеранам СВО с июля положены автомобили с ручным управлением. Президент России поддержал инициативу по обеспечению ветеранов с ампутацией нижних конечностей, которые передвигаются на колясках автомобилями с ручным управлением и поворотными сидениями для водителей в качестве ТСР. А обучение рекомендовано проходить вождение в ДОСААФе. По словам участников заседания, в Алтайском крае действует свыше 40 мер поддержки разного направления для участников СВО и членов их семей. На эти цели выделено более 2 миллиардов рублей. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Общественники считают, что закон Алтайского края, регулирующий потребление табака, нуждается в доработке. По словам экспертов, того требует время. Каждый год мы видим, что на прилавках появляются различные электронные сигареты. Вейпы, жидкости для курения не только. Закон просто не успевает за этими новыми решениями. Так, например, в отличие от традиционной табачной продукции, сегмент электронных сигарет меньше регулируется законодательством. Подробнее расскажем в сюжете. Массово парят и взрослые, и самое опасное – дети. Курить, парить – итог один. Рак, импотенция и другие заболевания, которыми могут наградить табачные изделия. По словам экспертов, в Алтайском крае дети уже в 9-10 лет пробуют жидкости и вейпы. У нас есть на территории города Барнаула медико-рабилитационный центр «Родник», который нацелен на оказание помощи несовершеннолетним. И за 2023 год прошло лечение у нас порядка 180 человек. Из вот этих 180, порядка 100 человек, имеющие сочетанный диагноз, то есть употребление никотинсодержащих продукций параллельно с употреблением других психоактивных веществ. И эту цифру можно смело умножать на 20-30, добавляют в наркологическом диспансере. Назревшую проблему решили обсудить в общественной палате края. В частности, как выполняется закон региона, который регулирует продажу, потребление табака и не только. По мнению экспертов, сегодня назрела необходимость унести поправки в документ. Закон, который сегодня существует, он был принят у нас в 2017 году. Время идет, меняются условия, меняются подходы к реализации данной продукции. Но в законе есть, на мой взгляд, если говорить, определенные неупущения, пробелы, которые нужно заполнить, исходя из времени, которое сегодня наступило. Например, повысить штрафные санкции за нарушения в продаже сигарет. Возможно, ограничить время работы вейк-шопов и ужесточить требования к ним. Кстати, только в Барнауле насчитывается более 200 таких магазинов. Не так давно в одном из них были обнаружены нелегальные табачные изделия. И, конечно, предстоит ответить на вопрос, что все-таки содержится в жидкостях, вейпах, ведь зачастую состав не отражает реальность. И в этом плане у экспертов особая тревожность за детей. У кого же из детей больше всего возникает желание курить и пробовать вейп? Это те, кому чего-то не хватает в реальной повседневной жизни. Внимание, заботы, любви. И ремня, добавляют спикеры. Так что любые ужесточения в законе идут бок о бок с родительским контролем. Ну а все инициативы, озвученные в общественной палате, возможно, будут услышаны в краевом законодательном собрании. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Днем в Мантии выносят вердикты, вечером в театральных костюмах репетируют спектакли. Сегодня суды Алтайского края провели для журналистов день открытых дверей. Корреспонденты получили возможность побывать в разных помещениях судов, включая кабинеты судей, залы заседаний, музеи и даже театральные студии. Подробности экскурсии по главному суду края в репортаже Валентина Скеровой. Здание Алтайского краевого суда – одно из старейших в судебной системе страны. Построено в 30-е годы 20-го столетия. Ранее здесь располагался Краевой комитет Коммунистической партии Советского Союза. И вот уже более 30 лет главный суд Алтайского края. Сами по себе наши интерьеры и сама конструкция здания, к сожалению, не приспособлена для отправления правосудия. Оно не является проектным зданием. То, что можно было сделать, начиная с 1991 года, когда сюда переехал, что называется, Алтайский краевый суд. Все это мы сделали. Перед вами материалы по уголовному делу, рассмотренному Краевым судом в 37-м году. Как вы можете видеть, 17 декабря 37-го года. А это историческая ценность. Самый старинный документ Краевого суда. Ему почти 90 лет. Всего в архиве находится более 3000 документов постоянного хранения. Чтобы всем материалам хватило места, используется система передвижных стеллажей. Позволяет экономить пространство в хранилище. Хранилище, к сожалению, не бесконечное. И вот такая система позволяет поставить на один стеллаж больше. Потому что между ними можно не оставлять фиксированные проходы, а сдвигать по направляющим всю конструкцию. Это самый главный и просторный зал Краевого суда. Здесь рассматривают громкие преступления, совершенные с особой жестокостью. Опасные дела рассматривают при участии присяжных заседателей. В последнее время, конечно, очень большие проблемы с тем, чтобы набрать скамью присяжных заседателей, сформировать. Но, тем не менее, все равно работа идет. Конечно, разные причины бывают объективные. Допустим, когда человек уже давно не живет в этом месте, в Барнауле, допустим, много таких заявлений поступает, что человек, я, говорит, уже давно живу в Москве, а здесь просто зарегистрирован. Бывают такие причины. Бывают причины, что, допустим, человек работает водителем на работе. Его, конечно, не отпустят, чтобы он участвовал в судебных заседаниях. Технически оснащенные залы, кабинеты судей, совещательные комнаты. Журналистам в рамках дня открытых дверей показали все локации. Представители СМИ познакомились и с заместителем председателя суда по уголовным делам. Я курирую работу апелляционной инстанции Алтайского краевого суда. Апелляционная инстанция пересматривает приговоры районных судей Алтайского края, которые постановлены районными судами, а также постановления. По итогам 2023 года порядка 6 тысяч судебных решений рассматривались Алтайским краевым судом в апелляционном порядке. Из них порядка 10% претерпели изменения. Краевой суд, к слову, славится не только современными залами, красивыми интерьерами, но и уникальным музеем и колоритным актовым залом, где проходят не только деловые конференции, но и ставятся театральные постановки. После насыщенного трудового дня сотрудники краевого суда снимают свои строгие костюмы, судьи мантии и приходят в актовый зал, чтобы порепетировать театральные постановки и сыграть на музыкальных инструментах. Кстати, на базе суда даже существует вокально-инструментальный ансамбль и работает театральная студия. Руководство делает акцент не только на работе, но и на творчестве, хотя крайне сложно представить строгих, сдержанных судей за игрой на барабанах. Но такие встречи с журналистами, как сегодняшняя, помогут снять покров таинственности с Дворца Правосудия. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Суммы судебных исков, которые пасечники предъявляют к аграриям за гибель пчел от химикатов, достигают уже 5 миллионов рублей. Такие данные озвучили на пресс-конференции руководители региональных подразделений Россельхознадзора и Центра оценки качества зерна. Как пояснили участники встречи, владельцы полей, на которые пасечники выставляют ульи, обязаны заблаговременно оповещать о дате обработки сельхозкультур. Но до так называемых серых пасечников, которые не зарегистрированы в системе прослеживаемости агрохимикатов, информация не доходит. Соответственно, улья с полей на время их обработки никто не увозит. При этом отметили в Россельхознадзоре, что нелегальные пасечники потом активно обращаются в суды за возмещением ущерба и загибели пчел. В свою очередь, аграрии подают встречные иски. Пчелы укусили. Идет очень большой пласт этих жалоб, потому что идет, особенно когда начало сезона, их вытаскивают для облета, они начинают облетать и начинаются проблемы с соседями. Когда мы начинаем разбираться, то это уже официальный инструмент, который мы уже официально предъявляем ему и в своих протоколах административных, и когда идем в суд, что в системе Сатурн информации не было. Аграрии говорят еще и о том, что их часто необоснованно обвиняют в гибели пчел. По их словам, она может наступить из-за того, что пчелосемьи одного пасечника заражают необработанные от клеща пчелы другого. А иски при этом предъявляют сельхозпроизводителям. Всего за прошлый год обращения в суды для выяснения причин падежа пчел поступали из пяти районов края. Между тем, суммы отдельных исков в конфронтации между пчеловодами и зерновиками достигают порой пяти миллионов рублей. В окрестностях Белокурихи сегодня выпустили на волю семь краснокнижных птиц. Четыре балабана и три сапсана. Птицам нанесли специальные татуировки, чтобы исключить интерес браконьеров. Часто у соколов-балабанов непростые жизненные истории. Они пользуются огромной популярностью в арабских странах в качестве ловчей птицы. На нелегальном рынке цена за одну особь может составлять сотни тысяч долларов. При перевозке птиц контрабандисты не создают необходимых условий и нередко при изъятии половина птиц из парки уже оказывается мертвой. Тех, кого спасти удается, помещают в питомники на лечение и уже после него птицы отправляются на волю. Отметим, ежегодно сотрудники пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю пресекают немало подобных преступлений. Как правило, контрабандисты за раз пытаются вывести не менее 10 соколов. Потерянную боевую награду вернули родственникам барнаульского ветерана Великой Отечественной войны. Около 30 лет орден героя находился в чужих руках. Накануне Дня памяти и скорби почтили также память героев, павших в годы боевых сражений и погибших участников специальной военной операции. Подробности смотрите далее в сюжете. Это тот случай, когда награда сама нашла своего героя. Точнее, потерянный боевой орден ветерана Великой Отечественной войны нашли и передали правнуку законного владельца. Мы знаем, что есть наградной лист, есть номерной знак ордена, что его владелец такой-то, такой-то. Есть где награды, ищут долгие годы и, к сожалению, не находят. Вот этот случай, я скажу, он даже больше уникальный, чем правило. То есть все сошлось, как пазл какой-то, что все идеально подошло. И родственники жили в Барнауле, и сам ветеран жил в Барнауле. В военном историческом обществе поиск родственников героев сравнивают с поиском иголки в стоге сена. Процесс может занимать долгие годы и не всегда завершается успешно. Так что сегодняшний случай смело можно назвать уникальным. Он один из тысячи. Была честь учить родственникам ветерана Великой Отечественной войны эту столь долгожданную награду. Это не просто орден, это кровь под миллионов бойцов. Орден Великой Отечественной войны второй степени присвоен барнаульскому бойцу Хавкунову Петру Федоровичу. По случаю его возвращения на торжественном мероприятии собрались три поколения родных ветерана. Дети, внуки, правнуки. С грустью и благодарностью в глазах они вспоминали, как прадед рассказывал о тяготах военного времени. Воевал, не сразу вернулся, еще восстанавливали они мосты, потому что много урона было во время войны. Контузия была у него. Как бы нелегко ему там было, но продержался. Как он рассказывал, во время обстрела откидывало в воду, их доставали, они отсиделись, отходили и дальше работают. Также в преддверии Дня памяти и скорби в сквере на территории школы номер 126 установили таблички с именами героев. Среди тех, кто удостоен чести быть занесенным на монументальную композицию дерева памяти, артиллеристы, разведчики, танкисты и другие герои. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых и пришедшие полей И в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Сегодня монументальная композиция Это 239 табличек с именами участников Великой Отечественной войны. Елена Кузовкина, Мария Костылева, Дмитрий Денисов. День с толком. Больше 7 тысяч свечей зажгут сегодня вечером с наступлением темноты на мемориале славы в Барнауле. Из них выложат огненную картину – образ советского солдата с автоматом Калашникова. Таким образом, накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны участники патриотической акции почтут память героев. Накануне подобное мероприятие состоялось в Рубцовске. Там горожане из горящих свечей выложили гусеничный трактор, который в 1942 году начали выпускать для нужд фронта и тыла. Огненную картину создавали представители волонтерских и патриотических организаций, обычные жители. Сначала краской нанесли контур изображения, его заполнили пластиковыми стаканчиками с песком, в которые разложили свечи. Символ картины – рубцовский трактор, который выпускали в городе в годы Великой Отечественной. Первая тысяча рубцовских тракторов была отправлена на фронт в 1943. Сопричастность свою все сразу почувствовали к общему делу и к той памяти, которую мы хотим сохранить и передать своим детям и внукам, чтобы всегда помнили, что неимоверными силами, жизнями была достигнута победа Великой Отечественной войны. В ходе патриотической акции к ней все больше присоединялось случайных прохожих. Всего на создание картины ушло 10 тысяч свечей. И сегодня на Барнаульском мемориале славы выложат огненный образ солдата, который держит в руках автомат Калашникова. Свечи начнут зажигать в 22 часа 30 минут. Добавим, в столице края огненная картина появится уже в третий раз. И в завершении выпуска свыше 200 спортсменов собрал Барнаульский грибной канал на первенстве сибирского и уральского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования такого уровня проходят второй раз и предваряют международные состязания, которые пройдут на грибном уже через неделю. Сибирский федеральный округ против уральского. Кто же лучше проплывает на каноэ и байдарках дистанцию от 200 до 1000 метров, рассудит Барнаульский грибной канал, на который приехало свыше 250 юных спортсменов из Челябинской, Свердловской, Омской областей и Алтайского края. Подобное первенство проводится уже второй год подряд. И вот с этого года призеры получают звание кандидата в мастера спорта России. То есть они этим тоже привлекательны в соревновании. И здесь сегодня присутствует Константин Мишняков, главный тренер молодежной сборной России. Он отсматривает. Конечно, победители в сборную России на этих соревнованиях так сразу не войдут. Однако не обратить внимание на них нельзя. Ведь сейчас география сильных грибцов все больше смещается из Европы в Сибирь. Спортсмены выходцев уже с Алтайского края в сборной команде, в юношеской, в молодежной все больше и больше. То есть в один год у нас даже спортсменов было в команде около семи, только с Алтайского края. А теперь еще и в молодежной команде представительства и в основной команде теперь уже. Большая заслуга в этом и самого канала. Многие Барнаул уже называют сибирской столицей гребли. Так что не исключено, что в ближайшие годы можно ожидать еще большего наплыва гостей. Мне думается, что выбор правильный, чисто географический и чисто именно инфраструктурный. Да, добираться не так-то просто, но здесь дети, юные душой всегда тренера, желание и реально познакомить наших воспитанников с новым регионом, с удивительным краем. А уже 29 и 30 июня с Грибным каналом познакомятся более 400 спортсменов из Юго-Восточной и Центральной Азии, Белоруссии и России. Грести они будут на лодках-драконах и помимо самих соревнований будет богатая культурная программа. Продолжение следует...